Здравствуйте, мои уважаемые слушатели и зрители. И в этой лекции я закончу рассказ о компетенциях выпускника, направление подготовки 150302, технологические машины и оборудование. И сегодня мы рассмотрим профессиональные компетенции. Те профессиональные компетенции, которые вам необходимо освоить за время обучения в университете. И те профессиональные компетенции, по которым вас будут отбирать работодатели по тому уровню освоения этих компетенций, насколько вы знаете, умеете, владеете своей профессией. Потому что вашим работодателям важно, что вы будете с высоким качеством выполнять ту работу, которая вам поручена. В Федеральном государственном образовательном стандарте направления подготовки 150302 определены 4 группы профессиональных компетенций. Это научно-исследовательская деятельность, компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, проектно-конструкторская деятельность, компетенции ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, производственно-технологическая деятельность, компетенции с 10 по 16, и организационно-управленческая деятельность, компетенции с 17 по 23. Особенность этих компетенций заключается в том, что при подготовке бакалавров обычно университет выбирает не все 4 группы этих компетенций, а 2 или 3 группы компетенций. Сейчас я вам покажу, как это может быть сделано. Например, ваш университет может выбрать научно-исследовательскую деятельность и проектно-конструкторскую деятельность, и прописать это в общей образовательной программе по вашему направлению подготовки. При этом в одном университете это будет научно-исследовательская деятельность и проектно-конструкторская деятельность. В другом университете это будет проектно-конструкторская, производственно-технологическая и организационно-управленческая деятельность, но не будет научно-исследовательской деятельности. А в третьем университете будет проектно-конструкторская деятельность и производственно-технологической деятельности. Но выбор какой именно деятельности вас будут готовить, вы сможете узнать конкретно в приемной комиссии, когда будете подавать документы. Вы можете взять общую образовательную программу и посмотреть, какие компетенции там прописаны. И по этим компетенциям определить, на какую деятельность вас будут готовить на все четыре или на какие-то две конкретно. И если в том университете, на который вы хотите поступать, нет той сферы деятельности, которую вы хотели бы освоить, например, научно-исследовательскую деятельность, то вы можете посмотреть в других университетах. А у нас в России по данному направлению подготовки готовят, как минимум, три разных университета. Это Кемеровский технологический институт пищевой промышленности, который входит сейчас как подразделение в Кемеровский государственный университет. Это Воронежский государственный университет инженерных технологий, так называемый в ГУИТ, или в Воронеже его коротко называют Технологка. Краснодарский государственный технический университет. И, возможно, в ИТМО, то есть это Ленинградский, Санкт-Петербургский университет механики и оптики. И еще в Московском государственном университете пищевых производств, МГУП, так называемый. И пять вот этих вузов, они готовят выпускников по направлению подготовки 1503-02. Но каждый из этих вузов волен вправе выбирать ту деятельность, которую мы с вами рассмотрели выше. Он может выбрать какую-то 2 из 4, может выбрать 3 из 4, может выбрать все 4. Зависит от того, насколько укомплектован штат преподавателей, который преподает в этом университете. Соответственно, в соответствии с вашими потребностями, вы можете выбрать поступать в тот или иной университет. И теперь рассмотрим более подробно каждую из компетенций. Я в скобочках буду писать, к какому группе профессиональных компетенций относится каждая из компетенций. Ну, начинаем мы с группы научно-исследовательская деятельность. Достаточно редко встречается на бакалавриате. Это отчасти связано с тем, что современные школьники недостаточно готовы к научно-исследовательской деятельности. И для того, чтобы к ней подготовиться, необходимо полностью закончить бакалавриат и приобрести какое-то базовое профессиональное образование. И обычно научно-исследовательскую деятельность переносят в магистратуру. Кто хочет заниматься наукой, тот идет в магистратуру. Кто хочет идти сразу на производство, после бакалавриата идет сразу работать на завод. В этом нет ничего сложного или такого, как сказать, нет. У каждого человека свой выбор, и каждый может поступить так, как ему заблагорассудится. Компетенция ПК-1. Это способность к систематическому изучению научно-технической информации отечественного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки. Это изучение научных статей, патентов, публикаций, книг, монографий по вашей специальности. То есть, по оборудованию пищевых производств, по оборудованию, если вы учитесь на машинных аппаратах пищевых производств, или по оборудованию нефтехимического комплекса, если вы учитесь на машинах и агрегатах нефтехазовых отраслей, такое тоже возможно. Такой профиль тоже есть в технологических машинах и оборудовании. Соответственно, вы изучаете отечественный зарубежный опыт. Зарубежный опыт, понятно, более обширный, потому что в зарубежном работают передовые ученые, и они аккумулируют и представляют нам самые передовые тенденции развития данной отрасли. Далее. ПК-2. Умение моделировать технические объекты и технологические процессы с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектирования, готовностью проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анализом результатов. Вначале создается какая-то модель. Допустим, мы продавливаем макаронное тесто через матрицу. И мы говорим, что это тесто будет идти со скоростью, допустим, 50 сантиметров в секунду. У нас будет выдавливаться наше тесто. И мы делаем расчет через формулы, через формулы физики, через формулы, допустим, реологии. Мы говорим, что у нас будет вот такая скорость. После этого мы проводим эксперимент. У нас уже есть методики проведения эксперимента, которые изложены, допустим, в книгах таких авторов, как Арит, таких авторов, как Скеланд, таких авторов, как Мачхин. И мы, соответственно, берем эти методики и проводим по ним эксперимент. Эксперимент показывает, что скорость выдавливания составила не 50 сантиметров в секунду, а всего, допустим, 25 сантиметров в секунду. То есть в два раза меньше. Мы сделали эксперимент пять раз. Рекомендуется сделать эксперимент именно пять раз. И он вам показал, что мы достигли такой скорости. Больше мы не можем достичь на данном оборудовании. Мы объясняем это с помощью тех или иных теорий. Почему именно так? Далее. Компетенция ПК-3. Способность принимать участие в работах по составлению отчетов по выполненному заданию и внедрять результаты исследований и разработок в области технологических машин и оборудования. Вы провели научное исследование, вы написали отчет по этому исследованию. Чаще всего этот отчет представляется в виде научной статьи либо доклада на конференцию. Проходит так называемая апробация. То есть вы сделали эксперимент и представляете с вашим научным коллегам этот эксперимент для обсуждения. И ваши более старшие научные товарищи это кандидаты наук, доктора наук. Они вам говорят ваши ошибки, которые вы совершили в процессе постановки эксперимента. И на что вам обратить внимание. После устранения ошибок вы соответственно внедряете эти результаты в производство. Компетенция ПК-4 это способность участвовать в работе над инновационными проектами используя базовые методы исследовательской деятельности. Здесь есть один подводный камень. Понимание, что такое инновационный проект в университетах. Поскольку университет является в основном это учебное заведение, то те преподаватели, которые у вас работают зачастую, они достаточно имеют отдаленное представление об инновациях. И для того, чтобы вам получить достаточно хорошее представление об инновациях, вам необходимо общаться с институтами развития. Это так называемые, допустим, у нас самое известное Сколково. Это у нас есть предакселератор технологических стартапов Generation S. и в некоторых регионах есть бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкубаторы есть не во всех регионах, но вы можете найти, если не в своем регионе, то в соседнем регионе, бизнес-инкубатор по профилю вашей деятельности, который поможет вам довести ваш проект и довести ваш проект, допустим, до прототипа, помочь вам рассчитать его финансовые показатели и представить этот проект на каком-нибудь стартап-шоу. Например, на стартап-вилледж. Но для того, чтобы начать, вам необходима тема. Здесь, скажем так, я выражаю свое мнение. У меня есть большие сомнения, что те темы, которые сейчас разрабатываются в вузах, они перспективны и актуальны. Поэтому необходимо иметь естественные контакты с производством и как с машиностроительным, так и с пищевым производством, потому что вы работаете на стыке двух отраслей. Вы будете иметь знания и в области пищевого производства, и в области эксплуатации оборудования на пищевом производстве, а также в области его проектирования и конструирования, подбора металлов, подбора, допустим, сплавов для этого оборудования. Поэтому вам необходимо контактировать и с машиностроителями, и с пищевиками. производства производственниками вы соответственно идете на эти производства и говорите а что вы хотите какую вам нужно инновацию внедрить чтобы у вас все заработало еще лучше и общаетесь с ними собираете информацию после этого вы рождаете в своем уме какую-то инновацию возможно даже с помощью ваших преподавателей дальше проходите этапы доработки этого проекта до прототипа чтобы этот прототип можно было показать этим производственникам чтобы они сказали что вот да вы движетесь в правильном направлении и продолжайте дальше мы готовы это поддерживать это что касается научно-исследовательской деятельности дальше я перехожу к производственно-конструкторской деятельности проектно-конструкторской деятельности ПКД компетенция ПК-5 способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования это является вашей неотъемлемой задачей и вашей неотъемлемой необходимостью научиться делать это за четыре года если вы освоите расчет и проектирование деталей и узлов освоите программу КАД например Компас 3D или Автокад то соответственно вы будете уже достаточно востребованным специалистом на машиностроительном производстве ПК-6 способность разрабатывать рабочую и проектно-техническую документацию оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой в соответствии разрабатываемых проектов и технической документации стандартным техническим условиям и другим нормативным документам о чем здесь важно знать что перед разработкой какой-либо машины или аппарата вы открываете стандарт и берете максимально стандартизированные детали болты, шпильки, уголки, швеллеры и так далее и используете стандартные средства отображения информации на чертежах выноски, фаски, скругления, разрезы, сечения и так далее чтобы это было все максимально стандартизировано используйте стандартные размерные ряды когда вы знаете стандарт то проектирование технической документации для вас не будет составлять какой-либо сложности вы делая стандартные детали стандартным образом экономите свое время и сокращаете сроки проектирования ПК-7 способность принимать участие в работах по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительных конструкций в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных средств автоматизации проектирования в техническом задании обычно указывается производительность оборудования его габаритные размеры и мощность электродвигателя то есть вам необходимо взять эту информацию и на основе этой информации провести проектирование данного оборудования его деталей и узлов чтобы не выйти за заданные рамки что значит использование стандартных средств автоматизации проектирования например расчеты вы можете проводить в Microsoft Excel или в OpenOffice Calc это табличные процессоры они достаточно серьезно упрощают расчеты машиностроительных конструкций один раз создав файл один раз создав таблицу для расчета допустим напряжений вы можете ей пользоваться практически всю свою жизнь далее автоматизация проектирования расчеты могут проводиться также в таких программах как Matcat, Matlab и Mapple а также с помощью среды R автоматизация проектирования чертежей может проводиться в таких системах как AutoCAD Compass WinMachine так называемая система моделирования и расчета механических передач редукторов цепных передач, ременных передач которая по заданным вами параметрам сразу выдает вам рассчитанную передачу и схему этой передачи и по этой схеме вы дальше сможете сделать чертеж и отправить его на производство то есть это очень важная компетенция которую вам необходимо достичь при обучении ПК-8 умение проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной чистоты новых проектов решений и их патентной способности с определением показателя технического уровня проектируемых решений перед тем как вы после того как вы получили техническое задание вам необходимо провести патентный поиск а вдруг те узлы детали той машины которую вам дали на проектирование уже кем-то изобретены и это изобретение запатентована а если это изобретение запатентована конструкция запатентована на нее выдан патент то соответственно она защищает за этот патент защищает автора этого изобретения, автора этой конструкции от того, чтобы эта конструкция где-то применялась без его ведома. И если вы вдруг, а поскольку идея приходит не одному человеку в голову, а нескольким людям в голову, то такая идея, схожая конструкция, может прийти в голову и вам. Вот для этого вы проводите патентный поиск, чтобы исключить тот вариант, когда придуманная вами конструкция уже кем-то придумана до вас. Не только придумана, но и защищена на юридическом уровне. Так, например, у нас в России пока патентное право недостаточно развито. И пока еще недостаточно развиты, скажем так, защита патентных прав в России. Но в Америке, за рубежом, в США, в Канаде, в Англии, в Австралии, в Японии патент это очень важно. И, допустим, в Америке сейчас зарегистрировано более 5 миллионов патентов на текущий момент. И многие из этих патентов являются действующими. И когда, допустим, как патентообладатель, который может быть как физическим, так и юридическим лицом, то есть компанией, может прийти, допустим, на фирму и потребовать отменить какие-то технологии, процессы, оборудование, демонтировать то оборудование, которое подпадает под действие патентов, которые зарегистрированы на эту компанию, патентобладателя. Если компания, которая использует эти устройства, отказывается это делать, то компания-патентобладатель имеет право подать в суд. И сейчас штрафы за нелегальное использование изобретений в Америке достигают миллионов долларов. К сожалению, в России я пока не слышал о таких судах. И возможно, что вы сами сможете найти эту информацию в интернете. Как какой-то оборудователь патента смог отсудить у фирмы, которая его незаконно использовала в свою пользу какие-то средства. ПК-9. Умение применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению. Давайте приведу опять же пример допустим с производством подшипников допустим у вас внутренняя обойма подшипников должна быть 50 мм внешняя обойма подшипников должна быть 72 мм а толщина должна быть 20 мм например такой аппарат влеченый не привязываясь к какой-то марке подшипников но вы видите что у вас с конвейера вы взяли штангенциркуль и замерили что у вас внутренняя обойма 51 мм это недопустимо потому что этот подшипник он предназначен для установки подшипник это стандартная деталь и изготавливается по стандарту если и под размеры подшипников выполняется размеры валов на валу выполняется посадочное место под подшипник соответственно если подшипник у нас вместо 50 мм выпустился 51 мм то он никаким образом не может быть использован в сборке узла или машины потому что он не будет установлен в том месте которое для него предназначено соответственно ваша задача в соответствии с этой компетенцией вы метод контроля применили по мере штангенциркуля а дальше вам необходимо провести анализ причин нарушения технологических процессов почему у вас диаметр другой потому что где-то нарушена технология производства вы проходите обратно всю цепочку производства и находите что где-то испортился станок который должен делать внутреннюю обойму и вместо 50 мм он почему-то выдает 51 мм то есть какой-то станок сломался вы себе задаете вопрос почему он сломался что-то могло выйти из строя вызываете допустим если вы инженер вы вызываете бригаду ремонтников они этот станок разбирают находят дефектную деталь или дефектный узел они его заменяют и запускают станок в работу но мало найти и устранить неисправность необходимо выявить почему эта деталь в станке сломалась и можно ли предупредить то есть о чем здесь сказано разрабатывать мероприятия по их предупреждению можно ли предупредить эту поломку в станке чтобы заранее заменить тот узел или деталь которая в нем износилась чтобы никогда в этом станке даже теоретически не могло выйти подшипник с другим размером обоем вместо той что установлено при настройке этого станка вот о чем эта компетенция давайте дальше ПК-10 способность обеспечить технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделия далее значит о чем эта компетенция что такое технологичность изделия ну допустим давайте такой пример приведем вот сейчас возьмите правую руку и правую руку и возьмите с себя замочку правого уха правой рукой замочку правого уха а теперь возьмите левую руку и возьмите левой рукой тоже замочку правого уха что сделать удобней вот сейчас взять давайте еще раз повторим правой рукой замочку правого уха или левой рукой за мочку правого уха. Что удобнее? Ну, я думаю, что правой рукой за мочку правого уха удобнее, чем левой рукой за мочку правого уха. Потому что левой рукой вы огибаете голову, чтобы схватиться за ухо. Это неудобно. То есть, у нас получается две ситуации. Есть ситуация технологичная и нетехнологичная. Технологичная ситуация, когда мы правой рукой берем за мочку правого уха. И нетехнологичная ситуация, когда мы берем за правую мочку левой рукой. Через голову тянемся как-то неудобно. Ну, понятно. И то же самое с технологичностью изделия. Можно так сконструировать изделие, что его очень неудобно будет изготавливать. Неудобно устанавливать на станке. Неудобно снимать станка. Неудобно подводить режущий инструмент. Неудобно. Все неудобно. А есть такие чертежи, по которым документация техническая, по которым удобно изготавливать. А если удобно изготавливать изделие технологично. Его удобно устанавливать на станке. Его удобно снимать со станка. Его удобно подводить режущий инструмент. Допустим, фрезу. Допустим, лазер. И так далее. Вот это очень важно учитывать. Компетенция ПК-11. Способность проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического оборудования. Умением осваивать вводимое оборудование. То есть вы не только проектируете, как изготовить деталь. Но вы еще и проектируете, какие именно станки должны стоять на этом производстве, чтобы изготовить эту деталь. Это первое направление вашей работы. Второе направление работы. Вы проектируете пищевые предприятия. И на этих пищевых предприятиях выбираете оборудование для того, чтобы изготовить какое-то пищевое изделие. Ну, допустим, хлеб, допустим, макароны или кукурузную палочку. Вы подбираете оборудование, вы его размещаете вначале на чертеже, смотрите, насколько удобно оно размещено, есть ли подходы к этому оборудованию, есть ли удобно ли его обслуживать, мыть, допустим, очищать, проводить дезинфекцию и так далее. Вот, и после этого вы проводите пуск наладочной работы. Это имеется в виду умение осваивать вводимое оборудование. Далее, компетенция ПК-12. Способность участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях, задаче в эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции. Технический мир не стоит на месте, технологии развиваются. И появляются новые конструкционные материалы. Металлы, сплавы, пластмассы, резины и так далее. Путем использования новых материалов, при использовании новых материалов, требуется изменить технологический процесс производства. Соответственно, это отражается в этой компетенции. Когда появляется новый конструкционный материал, который позволяет сделать изделие легче, меньше массы, или, допустим, сделать его более прочным, если, допустим, на этой изделии возникают какие-то статические нагрузки, динамические нагрузки, крутящие моменты. Соответственно, необходимо изменить технологический процесс производства узла или детали, так, чтобы мы могли использовать данный материал. Вот об этом эта компетенция. ПК-13. Умение проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий ремонт технологических машин и оборудования. Это компетенция про ремонт. Мы знаем, что материалы изнашиваются. Те же самые подшипники, оси, валы, редукторы, электродвигатели. У них есть износ. Износ этот возникает из-за того, что в любом металле во время работы возникает напряжение. Эти напряжения приводят к удалению атомов, удалению молекул из структуры металлов. И на этих местах образуются дислокации. Или, простым языком, дырки. При частых запусках и остановках, при знакопеременных нагрузках, соответственно, эти дислокации растут. То есть, все больше и больше молекул, все больше и больше атомов покидает свои места и уходит в другое место. А на месте этих атомов образуются дислокации. Эти дислокации растут. И эти дислокации приводят к износу. Оборудование. То есть, в какой-то момент эти дислокации нарастают настолько, что в каком-то месте молекул становится все меньше и меньше. И в этом месте образуются отверстия. Или, допустим, трещина. Соответственно, эта трещина приводит к поломке оборудования, выходу его из строя. Может сломаться вал, может выйти из строя подшипник, может выйти из строя, допустим, венец зубчатой передачи и так далее. Для этого, для того, чтобы не допустить случайной поломки оборудования, необходимо уметь определять, проверять техническое состояние. Для этого есть специальные инструментальные и неинструментальные методы контроля. Есть методы разрушающего и не разрушающего контроля для проверки остаточного ресурса оборудования его узлов. Кроме этого, мы используем смазочные материалы различного вида. Это жидкие смазки и консистентные смазки. Соответственно, необходимо вовремя пополнять эти смазки и проверять их наличие в трущихся частях оборудования, там, где они должны быть, эти смазки. Мы проводим технический осмотр, мелкий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт, для того, чтобы поддерживать безостановочную работу нашего производства. Это вкратце о том, о чем эта компетенция. АПК-14. Умение проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ. На производстве существует ряд факторов, которые негативно влияют на здоровье человека. Это различная загазованность, это различная недоосвещенность, это может быть горячие поверхности, холодные поверхности, которые могут привести к травмированию человека. При проектировании оборудования важно, чтобы вы учли то, что поверхность пищевого оборудования не должна нагреваться более чем на 40 градусов, не должна быть выше чем 40 градусов Цельсия. Если температура достигает большего значения, то необходимо применять различного рода теплоизолирующие материалы, для того, чтобы они погасили температуру, и та поверхность, с которой может прикоснуться человек, или та поверхность, с которой может оказаться человек во время обслуживания этого оборудования, и ее температура не превышала 40 градусов Цельсия. Это пример, о чем идет речь в этой компетенции. Но это слишком узкий пример, и на производстве вы можете столкнуться с более расширенным количеством вредных и опасных производственных факторов, таких как скользкие полы. Например, на производстве растительных масел невозможно обеспечить сухие полы, потому что масло производится, масло может подтекать, может где-то произойти разрыв трубопровода. Но это все аварийные ситуации, которые необходимо предупреждать, о чем говорится у нас в компетенции, проводить мероприятия по профилактике. То есть профилактика – это анализ, где может возникнуть опасный фактор, и поиск причин возникновения этого опасного производственного фактора, и его устранения. Подробно о этих факторах вам будут рассказывать в курсе «Безопасность жизни и деятельности» БЖД, в которых вы подробно узнаете, что такое уровень звукового давления, что такое нормативы освещенности и другие параметры, о которых вам важно знать. Компетенция ПК-15 – умение выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических машин. Это машиностроительная компетенция, то есть как вы выбираете металлы, сплавы, пластмассы, резины, стекла, и каким образом их обрабатываете на вашем машиностроительном производстве, чтобы получить машину или оборудование для пищевого производства. Это важная компетенция, и она будет вами полностью изучена, и вы поймете, как это все делается. Это дисциплины материаловедения, это дисциплины заработрения материалов, это дисциплины технологии машиностроения и в какой-то степени расчеты конструирования машин и аппаратов пищевых производств. Компетенция ПК-16. Умение применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических показателей используемых материалов и готовых изделий. Это испытания на прочность, устойчивость к знакопеременным нагрузкам, к крутящим моментам, к давлению по оси, для того, чтобы испытать на растяжение, на сжатие, и для того, чтобы испытать применяемые вами металлные сплавы и их пригодности к использованию в конструкциях узлов и деталей машин и аппаратов пищевых производств. Если у нас какой-то металл или, допустим, швеллер, уголок, стержень, он не выдерживает нагрузок, то, соответственно, его нельзя использовать в проектируемом оборудовании, потому что он может сломаться в любой неподходящий момент во время эксплуатации, что приведет к простою пищевого производства и к убыткам. ПК-17. Это организационно-управленческая деятельность. Я обращаю ваше внимание на то, что данные компетенции могут не достигаться во многих учебных заведениях, потому что организационно-управленческая деятельность может не быть включена в образовательную программу в данном университете по данному направлению подготовки. Это нужно быть очень внимательным и изучать образовательную программу до поступления в данный университет. Если вам нужна организационно-управленческая деятельность, то поискать другое образовательное учреждение, в котором вы можете достичь этих компетенций. Однако, вполне возможно, что ни в одном из университетов России вы не сможете на данной специальности получить данные компетенции, достичь этих компетенций, потому что университеты тоже хотят кушать, и они переносят приобретение данных навыков на магистратуру. То есть вас специально заставляют еще учиться два года, чтобы получить организационно-управленческие компетенции. Компетенция ПК-17. Это способность организовать работу малых коллективов, исполнителей, в том числе над междисциплинарными проектами. О чем эта компетенция? То есть вас здесь подталкивают к тому, чтобы вы общались не только внутри вашей группы, но и с студентами других направлений подготовки. Например, технология машиностроения, технология производства пищевых продуктов, биотехнология, или допустим, с экономистами, юристами и так далее. И вы занимались междисциплинарными проектами уже в ВУЗе. Компетенция ПК-18. Умение составлять техническую документацию и подготавливать отчетность по установленным формам. Подготавливать документацию для создания системы менеджмента качества на предприятии. Что такое менеджмент качества? Это перечень работ, которые необходимо выполнить, чтобы достичь качества, которое прописано в технической документации. То есть это различного рода измерения, различного рода испытания, разрушающий контроль, неразрушающий контроль. Для того, чтобы удостовериться в том, что оборудование, которое вы произвели на машиностроительном производстве, соответствует требованиям экологичности, безопасности, технологичности и производительности. Компетенция ПК-19. Умение проводить анализ и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества продукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений. Эта компетенция направлена на приобретение навыков по анализу и оценке производственных показателей. Соответственно, вы собираете данные о том, как работает ваше производство, и потом в течение какого-то длительного времени, допустим, трех месяцев, полугода, года. И потом на основании этих данных делаете какой-то анализ и предоставляете ваши рекомендации по улучшению производственных процессов. ПК-20. Готовность выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к сертификации технических средств, системе процессов, оборудования и материалов. Организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции. Эта компетенция полностью посвящена стандартизации и подготовке технической документации. То есть, для чего нужна стандартизация? Для того, чтобы один раз создать описание какой-либо детали или узла, как однажды было создано описание подшипников, разные номенклатуры, и создана классификация подшипников. И сейчас мы продолжаем пользоваться этим, и нам не нужно думать над тем, какой нам диаметр нужно выточить вал, и где нам найти подходящий для этого подшипник, потому что мы знаем стандартные размерные ряды этого подшипника, и мы можем сказать, что нам нужен вал, допустим, диаметром 30 мм, и обоймы под подшипник у нас будет, допустим, диаметром 52 мм. Таким образом, под эти параметры мы можем подобрать подшипник из стандартного ряда. А это что касается деталей. Но мы можем стандартизировать эти технологические процессы. То есть мы, один раз обучив наших работников, токарей, фрезеровщиков, операторов станков с ЧПУ, мы можем, прописав это в стандарте, как устанавливать детальный станок, как подводить резец, на каких режимах резать эту деталь, какая скорость должна быть вращения этой детали в станке, и так далее. Мы, один раз прописав эти все параметры, мы можем отдать эти параметры на производство и заниматься уже своими другими делами, разрабатывая, допустим, какие-то другие новые процессы. Компетенция ПК-21. Умение подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-технических и организационных решений на основе экономических расчетов. Прежде чем приступить к научно-исследовательской деятельности или проектированию, нам необходимо провести экономический расчет. Чтобы обосновать необходимость данной работы, данных изысканий, если экономический расчет подтверждает рентабельность научных исследований или рентабельность технических инноваций, то, соответственно, мы этими инновациями занимаемся. Если экономический расчет не подтверждает эффективность, то, соответственно, мы этими инновациями не занимаемся. Это если очень просто и коротко. На самом деле провести экономический расчет это достаточно трудоемкая задача, потому что если мы рассматриваем научные исследования, то мы на первоначальном этапе можем даже не предполагать, какие расходы может повлечь проведение данных исследований и заложить все эти расходы в экономическую модель. Поэтому даже какая бы экономическая модель не была точной, неточность исходных данных снижает точность экономической модели. Об этом важно помнить. ПК-22. Умение проводить организационно-плановые расчеты по созданию или реорганизации производственных участков, планировать работу персонала и фондов оплаты труда. В текущей ситуации в России фонд оплаты труда составляет примерно от 30 до 60% всех затрат на производство изделий. Это достаточно большие расходы, связанные с тем, что требуются высококвалифицированные профессиональные рабочие, такие как токари, фрезеровщики, операторы станковщики, лазерщики и так далее. Кроме этого требуются высококвалифицированные конструкторы, которые разработают технотехнологический процесс, разработают чертежи и конструкторскую документацию. Поэтому машиностроительное производство и пищевое производство, оно, скажем так, кадроемкое производство. И фонды оплаты труда достаточно большую количество, большой процент занимает в общих затратах предприятия. Поэтому компетенция ПК-22 говорит нам о чем? Что при реорганизации производства, при создании производственных участков необходимо проводить очень точные экономические расчеты, организационно-плановые расчеты, для того, чтобы знать, какая точная номенклатура работников требуется для данных участков, чтобы работники всегда были загружены на протяжении всего своего рабочего времени. ПК-23. Умение составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать техническую документацию на ремонт оборудования. Заявки на оборудование и запасные части. Что под этим имеется в виду? Это важная работа, поскольку оборудование склонно ломаться, и человек, который занимается этой работой, должен знать номенклатуру деталей, а также их стоимость. И также перечень компаний, в которые можно заказать эти детали. Техническая документация на ремонт оборудования – это последовательность обхода оборудования, последовательность его разборки, сборки, для того, чтобы рабочие, которые будут этим заниматься, посмотрев эту документацию, могли спланировать свои действия, тем самым сокращая время ремонта данного оборудования. Спасибо за внимание. Одна из следующих лекций будет лекция по теме «Как работать с техническими текстами». Подпишитесь на канал, нажмите на кнопку «Подписаться» под этим видео и поставьте колокольчик, чтобы быть в курсе того, когда новые видео будут на канале. Я занимаюсь сейчас активно созданием таких видео, и как только я загружаю на каналах видео, если у вас стоит колокольчик, и вы подписаны на канал, вам приходят уведомления о том, что я загрузил новое видео. Я благодарю вас за внимание и желаю вам успехов в вашей профессиональной деятельности.